Михаил Евгеньевич Пореченков популярный российский актер, режиссер и телеведущий. С 2006 года заслуженный артист Российской Федерации, а после инцидента в Донецке, который проходил на Украине, является также и народным артистом, самопровозглашенной ДНР. Пореченков участник многих рейтинговых картин. Его имя стало известно публике после участия в ленте «Агент национальной безопасности». Биография Михаила Пореченкова берет свое начало в Ленинграде. Будущий актер родился 2 марта 1969 года в семье матери-строителя и отца-моряка. Родители будущей телезвезды были чрезмерно погружены в рабочий процесс, поэтому первые годы Пореченков провел с бабушкой, вместе с ней он жил в Псковской области, но перед поступлением в школу вернулся в Ленинград. В первые годы обучения в школе Михаил Пореченков был вынужден покинуть родной Ленинград, поскольку его отец Евгений получил должность судостроителя в польской столице Варшаве. Вскоре семья обосновалась в новом городе. Родители устроили юношу в школу-интернат, поскольку снова были заняты карьерой. В этом интернате Пореченков проучился с конца 1970-х по 1986 годы. Уже в Варшаве Михаил увидел в себе начало боксера, поэтому начал заниматься именно этим видом спорта. После окончания школы интерната Пореченков отправился в Эстонию. Там уже созревший Михаил поступил в Таллиннское военное политехническое училище, которое он также и не закончил. Его дела в этом учебном заведении шли, мягко говоря, не совсем гладко. Парень постоянно получал выговоры. В некоторых источниках указывается, что недовольство со стороны наставников и преподавателей было вызвано дисциплинарными нарушениями Пореченкова, что позволяет делать выводы о нем, как о студенте, прилежным отношением к учебе в училище Пореченков и вовсе не отличался. За это его отчислили из Таллинского военно-политехнического училища за 10 дней до выпуска. Несмотря на крайние низкие успехи в учебе Пореченков, в те года уже успел отличиться в спорте, он получил звание КМС по боксу. Новое звание мужчина обеспечился благодаря поединку в рамках чемпионата училищ. После отчисления из учебного заведения он прямиком направился на срочную службу в стройбат. А после армии он вернулся в Ленинград, где уже серьезно задумался над дальнейшей жизнью, карьерой и благосостоянием. Именно тогда будущий актер решил поступить в театральный вуз. Дожидаясь поступления во ВГИК, Пореченков работал мастером в багетной мастерской. В институт он все-таки поступил, несмотря на отсутствие актерского опыта, но диплом ему так и не выдали, ввиду очередного отчисления. Михаил был настойчив в своем решении стать профессиональным актером, поэтому он повторно поступил в ЛГИТМИК. Этот вуз артист все-таки сумел окончить, ему выдали диплом актера в 1996 году. Когда будущая звезда экрана покончил данное заведение, его взяли в труппу Академического театра имени Ленсовета, где Пореченков получил громадный опыт актера театра, полученные звания мужчина применил в будущих съемках в фильмах. В фильме с Михаилом Пореченковым многогранный артист сыграл свыше 50 ролей в различных картинах. Самые известные сериалы и фильмы с Пореченковым это «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Фильм первый», «Спецназ», «Триво», «Убойная сила 6», «Убить Сталина» и «Подубные», с которым связан Донецкий конфликт Михаила Пореченкова. Головокружительный успех Михаила Пореченкова в кино стал причиной для съемки семи документальных фильмов о нем. Кроме этого, Пореченкова часто приглашали в популярные телепроекты. Он и сейчас частенько появляется в телешоу. В частности, Пореченков был ведущим на «Битве экстрасенсов», «Запретной зоне» и «Кулинарном поединке». Популярность обеспечила Пореченкову также дорогу в рекламный бизнес. Некоторые российские и зарубежные производители сделали актера своим рекламным лицом. Пореченков в разные годы рекламировал страховую компанию «Согаз», автомобиль «Киа Соренто», мобильного оператора МТС, велосипеды «Кубы», майонез «Ряба». А с 2016 года Михаил регулярно появляется в рекламах йогурта «Октимель», которые сняты в виде своеобразного приключения итальянцев в России. Из последних работ актера следует отметить картины «Мурка», «Тень» и «Интерны», где он появился в образе бывшего мужа Анастасии Кисигач, которая сыграла Светлана Камынина. Еще одной громкой работой для Пореченкова является роль Александра Парвуса в историческом сериале «Троцкий». Картина стала триумфатором шестой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Проект получил большинство наград, в том числе как лучший сериал. В 2017 году на экраны вышел фильм Сергея Гинсбурга «Бурдалаки», в котором актер сыграл главную роль духовного наставника императрицы Елизаветы Лавры. Зритель привык видеть Пореченкова в более брутальных образах, поэтому роль монаха многих удивила. Вместе с ним в картине появились Константин Крюков, Аглая Шиловская и другие популярные российские актеры. Весной 2014 года Михаил Пореченков попал в эпицентр скандала. Сначала звезда агента национальной безопасности высказал свою политическую позицию по поводу ситуации на Украине, поставив подпись в направленном Владимиру Путину документе от культурных деятелей Российской Федерации. В нем речь шла о том, что подписавшиеся поддерживают политику российского главы по Крыму и Украине. Уже этот факт стал причиной информационного прессинга в адрес Пореченкова в Украине. Он также стал инициатором создания движения «Антимайдан». Скандал приобрел новые краски 30 октября 2014 года, когда привез в самопровозглашенную ДНР свой фильм «Подобный» и устроил премьеру для мирных жителей. Тогда Пореченков заявил ополченцам, что он с ними и поддерживает их. Представитель Донецкого ополчения отвезли Пореченкова на позиции войс ДНР в аэропорту Донецка, где дали возможность пострелять из крупнокалиберного пулемета «Утес». Стрельба Пореченкова из «Утеса» попала на видео, которое вызвало резонансный скандал в Украине. За стрельбу в Донецке МВД Украины завело на Михаила Пореченкова уголовное дело, объявив его без вести пропавшим в Донецке. На официальном сайте ведомства эта информация подтверждена. Из-за поддержки Путина и визитов в самопровозглашенную ДНР, Пореченков также попал в черный список Государственного агентства по вопросам кино Украины. 69 фильмов, в которых на тот момент снялся Пореченков, были запрещены к показу на украинском телевидении. Стрельба Пореченкова в Донецке также стала причиной санкций и со стороны Латвии теперь Пореченков нельзя посещать и эту страну. После резонансной ситуации Пореченков заявил, что стрельба в Донецке велась исключительно холостыми патронами. Но и в России некоторые коллеги актера высказали свое негодование. Дело в том, что стрелял Михаил в каске с надписью «Пресса» и бронежилете инженера телеканала «Россия-1». И это ставит под удар всех журналистов в зоне данного конфликта. Личная жизнь Пореченкова условно разделяется на три периода, каждый из которых связан с разными женщинами. Сначала Пореченков жил в гражданском браке с Ириной Любимцевой. Она умерла в Таллине в 1995 году. В этом браке 22 декабря 1989 года появился сын Владимир Любимкин. Мальчик остался на попечении бабушки и тети, и вплоть до 19 лет Михаил Пореченков в жизни сына и вовсе не появлялся. Но в настоящий момент он поддерживает отношения с Владимиром и его семьей. Тем более, что благодаря им он стал дедом. Михаил души не чает в своей внучке по имени Мирослава. В апреле 2018 года актер впервые вышел в свет со своим сыном. Вместе они появились на премьере фильма Константина Хабенского «Сабибор». Многие отметили, что Владимир очень похож на отца. Кстати, он тоже увлекается боксом. В интервью журналу «Семь дней молодой человек» рассказал, что планирует перевести семью из Сталина в Москву поближе к своему отцу. Первой официальной женой Пореченкова стала Екатерина Пореченкова. В этом союзе в 1998 году у Михаила родилась дочь Варвара, с которой он снялся в фильме «День Дэд». Повзрослев, девочка была зачислена в школу-студии МХАТ. А в апреле 2018 года стало известно, что она переехала в Нидерланды, где поступила в Роттердамский университет Эразма. Эта новость вызвала массу разговоров в социальных сетях. Пореченков припомнили и скандал на Украине, и его патриотичность. Второй женой Пореченкова стала Ольга, на которой актер женился в 2000 году. Познакомились они в 1999 году. Женщина работала художником на производстве фильма «День Дэд». Этот брак был самым плодотворным и принес актеру троих детей – Михаила, Петра и Марии. Главное хобби и увлечение всей жизни Михаила Пореченкова – это мотоцикл. Он является членом московского «Голдвинг-клуба». В 2013 году актер попал в ДТП, и хотя он наделся легкими царапинами, супруга известного актера категорически запретила ему садиться на мотоцикл. Она потребовала либо приобрести машину, либо ходить пешком. Но Пореченков принципиально не покупает автомобиль, предпочитая обижать столичные пробки на мотоцикле. На этом, собственно, биография данного актера окончена, а вы пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!